Интересная история. Жили-были два медведя. Один из них думал, что он зимой сосет лапу, другой нагло этим пользовался. Но есть еще история о третьем медведе, который от безделия собрал огромное количество малины, перемешал это с пивом и родился новый сорт пива. Альберна Героев Труда. Программа Коза. Презентация нового сорта пива. Малиновый медведь. Этот бокал создан нашим чешским пивоваром Роберта. Он имеет чешско-украинский характер. Почему? Потому что кроме солода и хмеля, привезенного из Чехии, здесь есть наша харьковская малина, которая была не куплена, а собрана руками наших официантов. Это уже стала хорошей традицией. Всего 3,5 градуса алкоголя. Он освежает, и можно напиться. И в то же самое время совершенно четкий, яркий вкус малины. Смею заметить, в Альберии все настоящее. Совсем недавно в сюжетах нашей программы Козы мы были не просто в Альберии на Героях Труда, а в сказочном лесу. Оказывается, в этом сказочном лесу есть медведь, который ест малину, и каким-то образом у него получается потом пиво. Что ждать дальше? От этого пива, вкуса малинового, с настоящим мужским характером. Но пиво, естественно, зачем о нем рассказывать много? Лучше прийти и попробовать, правильно? Я тоже человек, который занимается спортом. Почему я не могу гнуть, рвать? Я тоже когда-то просто занимался спортом. Был такой момент, когда не было доступа к тренажерному залу, и я окунулся в мир, так сказать, олдскульного тренинга такого. Я начал этим увлекаться. В какой-то момент переросло уже не просто в домашние тренировки, а в удивление людей, я бы так сказал. Я думаю, люди удивляются. Для меня это как минимум приятно. Я думаю, что я мотивирую людей к таким же занятиям спортом. Дай яблони цветок, всем девчонкам хочется, теплые цветы горит, без этого не хочется. Сегодня здесь, раскрываем вам секрет, презентация нового сорта пива. Сколько сортов пива вы за свои 18 лет уже попробовали? Здесь все. 54? Да. Друзья, губят людей не пиво, губят людей отсутствие секса и любви. Согласна на все 100. На сумском рынке будет тоже легкий эль. Рецепт сейчас уже практически готов, а так как это будет пиво нашего производства, вот опять же не из былинных времен, то вот о названии мы думаем. Но презентация 24 сентября, да, к сожалению, не так скоро. У нас с тобой есть время открыть интернет-предложение по поводу придумывания названия. Однозначно. И объяви сразу, что наиболее подходящее название нового сорта пива будет награждено чем? 10-ти литровым бочонком пива. Друзья, такое нельзя пропускать. Программа «Коза». Альпир на героев труда в пивном театре «Альпир». Представь, романтическое у тебя свидание. Ты к нему готовишься, ты приходишь. Свечи, экзотические фрукты. Посередине стола стоит не бутылка шампанского, а малиновый медведь, но только в виде пива. Твоя реакция? Супер, мне очень понравится. Но ты бы его не бросила в первый уже день? Я бы его бросила во второй. И ты бы даже не попробовала этого парка? Я бы попробовала малинового медведя. Кто тебя сподвиг на такой вид деятельности? Есть такой украинский богатырь у нас Дмитрий Халаджи. Вот я увидел его выступление на шоу «Украина Май Талант». И вот я как раз на тот момент только начал заниматься вот этим олдскульным тренингом. И вот увидел его выступление, вот как раз именно сгибание гвоздей, разрывание цепей, сгибание арматур об зубы, об голову. И меня настолько это вот вдохновило, что я решил попробовать, почему я не могу. Вот он может, а я не могу. И я начал пробовать, все было тяжело, трудно, помалу-помалу начало получаться. Я начал общаться с Димой, я нашел контакты с ним. Он очень сильно мне помогал словом, делом. И вот получилось так, что я теперь продолжаю его дело. С такой красивой девушкой я готов говорить, даже если она на меня не смотрит. Ладно, снизошла. Что пьете? Мне не дают ничего. Может быть, вы плохо бросите? Не, нормально, они отказываются. Скажите что-нибудь, повлияйте. Если они вам не дадут, может быть, я сгожусь на худой конец. Я к вам подойду, если что. Я вас буду ждать у входа. Мы вам подарим в этом месяце еще две очень яркие вечеринки. 20-го числа, друзья, 90-е. Мое любимое время, моя любимая музыка, наша с тобой любимая музыка. Приходите, будет правда очень интересно. И 27-го вечеринка Робинзон Круза. Как всегда по фильму, как всегда все будет очень замечательно и очень ярко. И, как сказал мой коллега, добро пожаловать в наш пивной театр.